Ну как удалось? У нас главное было на установке, это, естественно, мы разбирали соперника, но главное было, чтобы команда играла сама и показывала свои лучшие качества на футбольном поле. И что она и продемонстрировала, и было видно, что команда едина в своем желании как отработать в обороне, так и играть в атаке, и ребята почувствовали сейчас вкус к игре, и мы идем и двигаемся дальше. Я им сказал сейчас после игры в раздевалке, что мы сейчас только в начале пути, и что ни в коем случае нельзя успокаиваться, сбавлять, надо только еще больше работать и прибавлять, прибавлять дальше. Спасибо. Некоторые мои товарищи, изучив состав перед началом игры, обрадовались, что не было Максима Жетнева, зато у вас оказался Беляев. Ну, я сказал, что еще перед игрой, уже перед самым выходом, что вообще на поле каждый должен брать на себя как можно больше инициативы, и тогда будет успех всегда, особенно касается группы атаки. Ну, естественно, Роман у нас как бы уже 10 лет в команде, если не больше, и все время как бы перспективно, где-то ему не хватало вот этой решительности, но сегодня это был его день, и все у него сложилось. Спасибо. Вопрос? Ваша команда одержала 4 победы подряд в рамках первенства, в чем секрет, в чем успех? Ну, у нас тоже, мы уже стартовали неудачно, у нас была одна ничья и 3 поражения, и примерно такая же ситуация, как и в вашей команде. Ну, естественно, что как бы по потенциалу видно, что ребята играть-то могут и умеют, но вот не хватало вот этих забитых голов, не хватало уверенности. Ну, переломный вот матч был, когда мы дома обыграли факел 4-0, и победа в Астрахани трудная 2-1, ну, и ребята как бы это, ну, они, говорю, и так умеют футбол, а тут почувствовали уверенность, и через труд это все, и сейчас особо настраивать мне их не надо, как бы только мы корректируем маленько там по игре, по составу, а остальное, ну, опытные, много опытных футболистов, которые умеют играть в футбол, что они сейчас и продемонстрировали. Оценка плохая в сегодняшней игре, как может быть, когда нет результата. Оценка плохая. Сегодня такая стратегическая игра была, нужно было выигрывать, чтобы, во-первых, Сибирь не отпускать и самим не тонуть туда, не уходить вниз, потому что дальше будет еще сложнее, там Оренбург, потом Дома Тамбов и три выездных игры там и так далее. Так что в этом плане нужно было брать три очка. Все, по игре мне нечего сказать больше. И спрашивайте, вопросы задавайте какие-нибудь. Алексей Владимирович, мы легионеры, мы увидели, наверное, впервые, да, и на домашнем поле, на домашнее время сегодня. Каково ваше впечатление от этой игры? Так а что говорить, результата нет сегодня. Все плохо сыграли. Что вы говорите? Вся команда плохо сыграла. Все в одной были лодке. Что говорить-то? Как я оценивать буду? По результату оцениваю. Команда проиграла, значит, все вместе проиграли. Чего толку говорить сейчас? О чем говорить? Когда выигрываем, все вместе тоже выиграем. Спасибо. Еще вопрос? Ну, а у тех моментов вообще линия защиты у него? У тех моментов, которые Беляев использовал, буквально по-мхатовски беря паузы и забивает. Ну, вы же видите, во-первых, ошибки. На наших ошибках уже много играли с начала сезона. Сами себе везли мячи. Если начинать вспоминать с первых игр, у нас также в обороне и мы сами себя обыгрывали, скажем так. Именно индивидуально, скажем так, ошибок много было. Ну, как бы, вот сегодня то же самое, второй мяч, когда забивали следствие этих моментов у нас.